окей сегодня мы двигаемся дальше в сторону наш изучение видов выпуклого программирования видов задач которые мы разбираем на каком программировании до этого мы с вами рассмотрели подробно линейное программирование теперь сегодня мы рассмотрим подробно квадратичное программирование и попозже ваш сегодня то что называем квадратичное программирование с квадратичными ограничением вот но сначала обычная традиционной и квадратичное программирование когда течное программирование в каком-то смысле является основой для почти не почти всех новых значительного числа прикладных задач, которые мы решаем в робототехнике. То есть в робототехнике это, можно сказать, ключевой инструмент выпуклого программирования. Везде, где мы активно его используем, в частности в автономном транспорте, дронах и так далее, везде используется классичное программирование. С чем это связано? С тем, что в отличие от линейного программирования, здесь вы можете создать целевую функцию, которая минимизирует какого-то рода ошибку. В линейном программировании вы можете только указать направление, в котором вы хотите двигаться. Минимизировать ошибку, например, просить минимальную по норме ошибку иметь, там нельзя. Целевая функция не позволяет. Здесь это делать можно. И при этом можно накладывать ограничения в виде неравенства. Это достаточно для огромного числа задач. То есть вы можете думать про QP, квадратичное программирование, как про, в каком-то смысле, самый простой инструмент из тех, которые решают осмысленные робототехнические задачи. Поэтому он и самый популярный. Будучи самым простым, он работает быстрее всего, является наиболее надежным. Солверы для квадратичных задач, они, как правило, разрабатаны и весьма хороши. Они есть в MATLAB в виде Quadprog, в Python в виде многочисленных репозиторий, которые вы можете найти, а также коммерческий софт имеется. То есть это инструмент очень сильный. Давайте его еще подробнее рассматривать. Перед тем, как рассмотреть квадратичное программирование, я предлагаю чуть-чуть ознакомиться с свойствами положительно определенных матриц. Это нам поможет в дальнейших обсуждениях сегодня. Давайте начнем вот с чем. Положительно определенные матрицы, Positive Definite Matrices, у них есть свойства. Давайте рассмотрим одно из этих свойств. Все собственные числа таких матриц, Aging Values, являются действительными и положительными. Это, наверное, для вас может звучать почти как определение, что такое Positive Definite Matrices. Есть матрица симметрическая. Если у нее все собственные числа положительные, то это и есть Positive Definite Matrices. Ну, это такое свойство. Хорошо. Теперь менее очевидное свойство, но при этом весьма интересное. Собственные вектора, матриц схожих на определенных, представляют собой ортогональный базис. Ортогональный базис. То есть мы можем, это, наверное, более корректно сказать, мы можем собрать ортогональный базис из собственных векторов положительной определенной матрицы. Мы можем собрать ортогональный базис из собственных векторов такой матрицы. Доказательства этого утверждения легко сделать, если у вас Aging Values являются разными. То есть нет повторяющихся Aging Values. В алгебре вы, возможно, немножко встречались с такими утверждениями. Но вот, допустим, у матрицы могут быть несколько собственных чисел. Собственных чисел. И вот если все собственные числа разные, это, ну, хорошо, это один случай. Если два, например, собственных числа одинаковые, при этом абсолютно одинаковые, это, ну, мы называем это иногда повторяющимися собственными числами. И здесь есть различия между тем, как они, ну, в общем, есть детали в общем, алгебраические. Вот. Хорошо. 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 Так вот, если они все различные, то, как правило, ну, многие утверждения доказывать проще. Вот здесь я рассмотрю сейчас случай именно с различными, собственно, числами. Если у вас есть различные, собственно, числа, то это значит, что у вас для матрицы M всегда можно записать вот такое вот уравнение M на V равно лямбда на V, где V это, собственно, вектор, лямбда это, собственно, число. Таких уравнений у вас будет N штук. Ну, сколько у вас размерность матрицы, столько уравнений. Если у вас они все независимые, собственно, числа. Ну, действия, они, как мы уже сказали раньше, они действительные. Если у вас были бы комплексные собственные числа, то уравнение, конечно, выглядело бы по-другому. Но они у нас действительные, поэтому у нас такие вот обычные уравнения в действительных числах. Все просто и понятно. Окей. Окей. Хорошо. Вот мы для этого теперь можем доказать, что они формируют ортопиногональный базис. Поскольку у нас их N штук, этих собственных векторов, все, что нам нужно доказать, что каждые два вектора друг к другу ортогональны. Это все, что нам нужно доказать, что каждые два вектора ортогональны друг к другу. Окей. Как это делается? Ну, давайте вот рассмотрим один вектор V и другой вектор U. У вектора V это собственный вектор, собственное число лямбда. У вектора U собственное число гамма. Окей. Они разные. Гамма и лямбда разные, потому что мы сказали, что это случаи с разными собственными чиселами. Давайте рассмотрим вот такое произведение. U транспонированное mv. Здесь мы можем взять mv в скобки, и поскольку мы знаем, чему это равно, это равно лямбда v, то мы получаем лямбда на u на v. mv равно лямбда v. Потому что v это собственный вектор. Давайте рассмотрим теперь еще раз то же самое как сказать рассмотрим тот же самый скаляр, но теперь в скобки возьмем u на m. u на m это то же самое, что транспонированное m на u. Это равно γ u. То есть получаем здесь γ u транспонированное v. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем одно и то же число равно и λ u транспонированное v и γ u транспонированное v. Это возможно только в двух случаях. Или эти два числа одинаковые, что неправда, поскольку мы рассматриваем различные собственные числа. То есть мы рассматриваем случаи различных собственных чисел. То есть это не тот случай, который у нас есть. Если не так, то это значит, что произведение вот этого равно нулю. Это единственный случай, когда λ и γ могут быть разными, но при этом два этих объекта справа сливы от знака равенства равно другу. То есть так мы доказали, что каждый вектор собственный ортогональный другому. Это весьма интересно. Это весьма интересно. Зачем я это показал вам здесь? Во-первых, это нам пригодится по сути пока мы будем работать с positive definite после определенной матрицами. Это нам пригодится. Во-вторых, потому что вот такая методика доказательства она полезна в принципе самому себе. Вот заметьте здесь все, что мы сделали, мы просто взяли одно и то же произведение, вынесли за скобки разные его части и воспользовались дальше вот результатами. Методика методика доказательства простая и понятная. Более того, здесь вы можете видеть вот это вот почему вот эти вот различные собственные чисел она ну хороша для этого определения. При этом если собственные числа неразличны, что происходит? По факту, что происходит, если вы будете думать про собственную матрицу про вот эту матрицу М, как про такой вот скажем так эллипсоид натянутый на этот базис собственных чисел, то, что будет происходить по мере как вы деформируете например базис к например ну например эллипсоид в 2D вы деформируете его к кругу то есть два собственных числа начинают постепенно постепенно до дуга приближаться у вас теряется направленность то есть по факту доказательство для общего случая будет связано только с тем чтобы доказать что можно искусственно построить в этом собственном пространстве какой-то базис который будет самым артономированием ладно в этом не будем сейчас углубляться но геометрически тоже достаточно интересно ну окей сегодня мы всю эту красоту будем просто использовать не углубляясь дальше в аутбор хорошо хорошо теперь теперь квадатичное программирование вот у нас есть наша квадатичная программа она выглядит вот таким образом у нас есть задача минимизировать целевую функцию целевая функция переменная кто мы используем это x это одна переменная у нас есть линейные неравенства у нас есть линейные равенства здесь у нас есть несколько требований во-первых h должна быть положить определенную да положить определенную и ну вот эта вот область должна описывать глубокую регион но вот это второе вторая часть она это не ограничение поскольку вы уже знаете из лекции про политопы что любое такое неравенство описывает выпуклую область то есть это по сути это не ограничение то есть вы можете выбрать любую а любую б и у вас все равно получится легитимная квадатичная программа просто потому что нельзя их выбрать так чтобы программа была нелегитимной она может иметь нулевой домен то есть она может не иметь решений это правда если вы напишите например x больше 5 x меньше 3 пожалуйста это будет иметь нулевой домен но легитимная она все равно будет просто пустым доменом вот хорошо чуть попозже сегодня мы докажем что и вот это ограничение тоже никак не ограничивает нас по факту то есть грубо говоря квадатичные программы вы можете думать как про вещи которые охватывают в целом все задачи такого типа то есть тут нет каких-то ограничений которые связаны с тем как солверы работают или с тем что мы что-то умеем что-то не умеем делать абсолютно любая задача такого типа может быть решена если она имеет смысл вот это мы докажем в ближайшее время хорошо хорошо давайте еще раз буквально секунду отличие вот этого от того что мы видели на прошлой лекции в том что здесь у нас есть квадратная часть вот она вот такая на прошлой лекции у нас было линейное программирование у которого было все то же самое то есть все остальное что мы здесь видим было одинаковое линейное программирование тоже минимизировали по x у нас была линейная часть вот эта у нас было линейное равенство у нас было линейное равенство То есть все остальное одинаково между линейным и квадратным программированием. Отличие только вот в этой квадратичной части кост-функции. Благодаря этой квадратичной части минимум такой задачи не обязан лежать на границе домена. У линейной программы он обязан будет лежать на границе домена. Мы это с вами обсуждали, потому что мы говорили, идя к границе, мы будем гарантированно убывать. Если мы идем вдоль градиента, вдоль направления минус f, если у нас целевая функция fx, вдоль направления минус f мы гарантированно убываем. Мы дошли до границы. Дальше мы свернули в сторону, в которую все еще убывает f, идя по границе. В каком-то месте мы дойдем до вершины политопа, который описывает домен. И в этом решении будет решение. То есть мы договорились, что у нас решение будет всегда или на границе, или в вершине. В общем случае, скорее всего, в вершине. Хорошо. Хорошо. Это то, что было в линейном программировании. Здесь никаких таких рассуждений уже нет. Форма этой функции – это не градиент, который убывает в одну сторону. Это вот такая чашечка. Это параболоид. То, что у него есть линейная часть, это просто вытянутый параболоид. То есть эта линейная часть не отменяет того факта, что это параболоид. И этот параболоид, он имеет минимум. И этот минимум не обязан быть на границе. Он может быть внутри границы домена. Он может быть вне домена. Но он где-то есть. И движение к нему не является линейным. Это просто спуск в сторону к этой границе. То есть здесь нельзя рассуждать таким образом, что у нас есть граница. Бывает, по этой границе идем до того, пока не уперлись. И дальше выбираем в право или влево. Здесь все чуть-чуть посложнее. Хорошо. 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 Давайте теперь... Давайте теперь вернемся к вот этому рассуждению, которое я здесь сделал буквально минуту назад. Я сказал, что тот факт, что H является площадь определенной, не ограничивает нас в выборе, в количестве задач, которые мы можем решать. Не ограничивает нас в количестве задач, которые мы можем решать. Окей. Хорошо. Давайте посмотрим на это. Во-первых, целевая функция у нас, обозначимая как S, C от X. Это X, H, X плюс F, X. Окей. Такая целевая функция. Квадратичная с H и линейная с L. Окей. Во-первых, Перед тем, как рассуждать про площадь на определенность H, давайте рассуждаем про симметричность H. Насколько нас ограничивает тот факт, что H должна быть симметричной? Насколько она площадь определенная, она обязана быть симметричной. Да, это вот чистый исходя из определения площадь на определенности, H симметрична. Вот насколько нас это ограничивает? Давайте поймем. Давайте рассмотрим матрицу M, которая не является симметричной. Квадратичная форма X на M на X равна, это скаляр. Поскольку она скаляр, то ее можно транспонировать, ничего не поменяется. Транспоз от 2 – это 2, транспоз от 3 – это 3. Транспоз скаляра – это он самый. Отсюда мы можем взять вот такую квадратичную функцию X транспонированной M, X. Сложить ее самой собой, поделить на 2. Ну, так мы можем делать с любым скаляром. Ну, вообще, не только со скаляром, конечно, но со скаляром в частности. Сложили ее сама собой и поделили на 2. Окей. Хорошо. Теперь транспонируем вот эту часть. Транспонируем вот эту часть. Поскольку все еще скаляр, мы имеем право ее транспонировать. Как мы транспонируем функцию? Мы переносим то, что было слева направо, со знаком с транспонированием. То есть X превращается в транспонирование X, M превращается в транспонирование M, X транспонирование превращается в X. Окей. Как мы видим, результат стал просто транспонирование матрицы M. То есть теперь у нас Q от X равно X транспонирование M, X плюс X транспонирование M транспонирование X. Можем вынести X за скобки и мы получили, что квадричная форма равна M плюс M транспонирование. О чем он там говорит? Он говорит нам о том, что X на M на X это то же самое, что 1 вторая от X на M плюс M транспонированное X. Но M плюс M транспонированное – это симметричная матрица. Как в этом убедиться? Ну, транспонируйте ее, вы получите то же самое, что было. То есть по определению симметричная матрица – это та, которая равна своему транспозу. Ну, вот она и равна. Вот M транспонированное M. Отсюда кост-функция C от X, которую мы написали вот здесь, равна 1 вторая X транспонированное H плюс H транспонированное плюс F на X. То есть сама кост-функция, она не просто эквивалентна, она равна, прям вот равна вот такой вот кост-функции, у которой уже матрица симметричная. Поэтому выбирая H, которая не симметричная, мы не добиваемся абсолютно ничего, потому что, ну, скаляр, вот эта, сама вот эта функция, она после умножения на X с двух сторон даст нам то же самое, что мы получили бы, если мы выбрали бы эквивалентную симметричную матрицу. Эквивалентная симметричная матрица – это 1 вторая от H плюс H транспонированное. Это такая вот особенность. Это связано с тем, что мы рассматриваем квадратичную форму. То есть она с двух сторон умножается на X, куча информации теряется. В частности, если мы говорим техническими терминами, то потеряет вот эта вот кососимметрическая составляющая матрица. Кососимметрическая составляющая матрица потеряется. То есть у матрицы любой можно выбрать ту часть, которая сохраняется в квадратичной форме, и есть часть, которая обращается в ноль. Вот часть, которая обращается в ноль, это что мы называем, кососимметрическая часть, она будет потеряна. Окей. Окей. Пока все, что я вам доказал, это что H выбирать несимметрично, бессмысленно. Это ничего плохого в себе не несет, просто это не играет никакой роли с точки зрения оптимизации. Хорошо. То есть вот один шажок вперед мы сделали. Мы убедились, что нет смысла выбирать H, которая не является симметричной. Всегда можно ее заменить на H плюс H, делить на 2. Есть вопросы вот к этому? Окей. Давайте дальше. Теперь чем более интересно. Давайте я вам докажу, что H должна быть положить определенную. для того, чтобы задача была выпуклой. В каком-то смысле, в каком-то смысле вы можете сказать, что мы уже проходили на лекции про выпуклые домены. Я там говорил, что квадратичная форма с положительной X дает нам выпуклый домен. Наверное, где-то там, может быть, из этого следовало, что если квадратичная форма не является положительной определенной, то домен не будет выпуклым. Давайте прямо это докажем. Давайте докажем. Пусть у нас один из, одно из собственных чисел H является отрицательным. То есть вот мы возьмем одно из собственных чисел H и оно отрицательное. То есть лямбда, оно меньше нуля. H на V равно лямбда V. Ну и V, поскольку мы можем выбрать любой длины, собственный вектор, собственный вектор, всегда мы имеем право выбирать его длину, выберем его равным единице. Хорошо. 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 Тогда что мы из этого получаем? Мы из этого получаем следующее. Во-первых, мы можем найти целевую функцию в двух точках. В точке 0 и в точке V. Эту целевую функцию можно найти в двух точках. в точке 0 и на равном нулю. Да. Здесь я оставил в стороне F. Если у нас, я оставил только целевую функцию. Здесь у нас, я как понимаю, это просто х на х на х. Я укажу это по правильному слайду. Окей. Значит, в нуле она равно нулю. Хорошо. В точке V целевая функция у нас это V на h на V. Вынося h в скобки, мы знаем, что h в равно лямбда V. Отсюда мы получаем лямбда на V на V. V на V это единица. Поскольку норма вектора V единица. Отсюда мы получаем лямбда. То есть, вот мы нашли целевую функцию в двух точках. В нуле А на равном нулю. В точке V она равна лямбде. Окей. Хорошо. Дальше мы применим наше определение выпуклости. Это JSON Inequality как мы называем. Наша задача доказать, что если она выпуклая, то график функции будет лежать под прямой, которая соединяет любые две точки на этом графике. Вот у нас есть график. Две точки соединили прямой. График должен лежать под прямой. Если это не выполняется, то функция не выпуклая. Ну хорошо. Любая точка на графике между точками 0 и V будет описываться так. C от 1 минус бета на 0 плюс бета на V. Это выпуклая комбинация. То, что мы называем. Окей. 1 минус бета на 0 это 0. Бета на V это вот оно. Чем будет равна целевая функция от бета на V? Ну это будет у нас бета times V transpose HV бета. Но бета это скаляр выносится за скобки. Получается бета в квадрате на всю вот эту радость. А эта радость равна лямбда. Итого имеем лямбда в бета в квадрате. Вот лямбда в квадрате это где бета у нас между нулем и единицей конечно. Это величина функции на участке от 0 до V. Окей. Хорошо. А вот чему равна функция? Теперь давайте найдем это мы нашли высоту графика функции. Теперь давайте найдем высоту прямой которая соединяет две точки на этой функции. Вот линейную комбинацию линейную комбинацию значений функции. 1-бета на C нулевое плюс бета на C v. Значит но это равно у нас чему? Это у нас равно бета на C v. Почему? Потому что давайте я выберу другой цвет. Потому что вот эта штуковина у нас равна нулю. А вот эта штуковина у нас равна вот эта штуковина у нас равна лямбда. Отсюда финальный ответ лямбда на B. Окей. То есть что мы увидели здесь? Мы видели, что график функции на этом участке описывается как лямбда бета квадрат, а прямая на этом участке от нуля до V описывается как лямбда B бета. Это именно высота обоих. Высота графика функции высота прямой. Окей. Если вот кажется вам все немножко запутанным, то просто заметьте симметрию в этого аргумента, в этой всей этой дискуссии. Мы каждый раз умножаем что-то на 1 минус бета. В первом случае мы умножаем координату вот на координаты. Вот на координаты. Второй раз мы умножаем саму функцию в этой координате. Потом умножаем что-то на бета. В первом случае координату. Вот на координаты. Во втором случае функцию этой координаты. И мы их складываем. В первом случае мы складываем координаты под функции. Во втором случае мы складываем функции в этих координатах. Это JSON inequality. Я понимаю, что оно всегда выглядит сложным, просто потому что оно большое. Сложности у него никакой нет. Окей. Значит, мы нашли вот эти две величины. Теперь нам нужно только их сравнить. Какая из них больше, какая меньше. Но поскольку на участке от 0 до 1 бета квадрат гарантированно будет меньше, чем бета. На участке от 0 до 1 0,1 и 0,1 в квадрате. Что меньше? 0,1 в квадрате меньше. 0,8 или 0,8 в квадрате? 0,8 в квадрате меньше. Бета в квадрате всегда будет меньше, чем бета на участке от 0 до 1. Отсюда следует, что вот эта величина давайте поменяю цвет еще раз и выберу другого деления. Вот эта величина отсюда, поскольку она лямбда на бета в квадрате, она меньше, чем вот эта величина, которая лямбда на бета. А должно быть наоборот. Левые пакости должно быть наоборот. Функция должна быть меньше, чем прямая. У нас получается, что... Правильно сказал или неправильно? Сейчас, секунду, давайте переправим. Или я правильно сказал? Подумаю. Да, да. То есть все именно так. Все именно так. Хорошо. То есть лямбда бета должна быть у нас у нас оказалось меньше, лямбда в квадрате меньше, чем лямбда бета. То есть все было бы хорошо, график был бы ровно под прямой и так оно, это так и доказывается для случая, когда лямбда положительный. Извиняюсь, чуть не забыл процесс лекции, о чем я говорил. Если бы лямбда была положительной, то у нас лямбда в квадрате было бы меньше, чем лямбда бета. И отсюда у нас бы доказывалось бы, что график функции лежит под прямой, которая проведена между точками на этом графике. Окей. Но лямбда то у нас отрицательный. Поскольку по модулю лямбда в квадрате меньше, чем бета, то когда мы умножаем это на отрицательное число, то бета в квадрате оказывается больше, чем лямбда бета. то есть знак у нас знак минус, он в симметрии, и это число по модулю меньше, чем это. Соответственно, поскольку у него знак минус, то оно больше. По модулю меньше, по абсолютному значению больше. Понятно, я сказал. знак минус у нас меняет их отношения. И отсюда неравенство не выполняется. Инфакт, мы доказали сейчас, что в этом направлении она ведет себя как вогнутая функция. Не выпуклая, а вогнутая. То, что гарантированно весь график функции будет над прямой, которая соединяет их. Вот так. Что это нам дает? Что это нам дает? Все эти рассуждения, что они нам дают? Они нам дают следующее. Мы доказали, что такого рода задача не является выпуклой. Как следствие, как следствие, ее нельзя решить выпуклой оптимизации. Почему нельзя решить выпуклой оптимизации? Потому что у нее будет локальный минимум могут быть, она может расходиться куда-нибудь там в сторону бесконечности и так далее. То есть это просто нельзя ее решать теми методами, которые мы решаем. Поэтому она для нас, как задача выпуклой оптимизации, бессмысленна. То есть вот это ограничение, что age должно быть positive definite, оно с чем связано? С тем, что иначе задача не выпуклой. То есть не то, что решатель глупый не умеет решать такие вещи. Это сам все задачи просто неправильно. Если у вас возникла задача, где age является не positive definite, не negative definite, а какая-то там еще, то вам просто нужно решать эту как задачу нелинейной оптимизации. То есть это не выпуклое программирование, это более общий класс оптимизации. Окей. Есть вопросы по этому, что я сказал? Нет. Ну, вот это все касалось positive definite, то есть почтной определенности. А что насчет semi-definite? Что если она не имеет отрицательных собственных значений, но имеет нулевые собственные значения? То есть что если методца age имеет часть собственного значения равных нулю? Вот это интересно. И здесь вот это, наверное, самое интересное из всего того, что я хотел вам сказать. Потому что пока мы просто убедились, что нас не сильно ограничивает наш solver, потому что все задачи, которые мы можем разумно поставить, они подходят под требования solver. Ну, а теперь вот этот вопрос с semi-definite. Вот здесь интересная история. Во-первых, если вы реально зададите решателю semi-definite матрицу age, то есть матрицу age, которая неотрицательная в русском языке мы это называем, неотрицательная, то, что вы увидите в итоге, он вам скажет скорее всего, что задача имеет как когда он скажет вам, она будет degenerate, наверное, или я же боюсь он соврать себе какой-то там error message выдаст, или warning, но в общем вам скажут, что задача имеет ill-conditioned, плохой condition number, или что она degenerate, да, или singular, что-нибудь в таком духе. Все это синоним, это все говорит о том, что у вас детерминант матрицы к нулю стремится в каком-то месте. Вот, и он будет ругаться одним словом, он будет ругаться. При этом задачи вот такие, они абсолютно легитимны. Давайте я вам покажу сейчас вот этот аспект чуть поподробнее. То есть пока мы с вами говорили про то, что вы можете поставить задачу, и solver то, что может решиться одно и то же. Вот сейчас мы расходимся в разные стороны. То есть то, что solver solver нравится и то, что вам нравится. Это будут разные вещи, но это и другое легитимно. Давайте посмотрим. Хорошо. Давайте рассмотрим QP, у которой есть вырожденная, вырожденная, это хорошее слово русское, вырожденная матрица H, которая равно R на сигму большое на R. Вот здесь нам начинает пригождаться то, что мы с вами рассмотрели ранее. Что это за R на сигма на R? Что это за декомпозиция такая? Во-первых, это SVD декомпозиция с одной стороны. H матрицу можно всегда представить в виде U на сигма на V транспонирования на таком духе. Ну, хорошо. Если S не является полного ранга матрицей, то можно сделать то, что мы называем экономические декомпозиции. То есть, когда мы удаляем все нулевые элементы, берем более маленькую матрицу сигма, уменьшаем ее, удаляем от нулевых строки и столбцы, уменьшаем U и V. Это то, что на лекции он показывал. Эта декомпозиция будет выглядеть как C на сигма на R, где C это column space basis и R это row space basis. Окей. Но в данном случае он смотрится симметричным. Отсюда C и R должны быть равны потому, что мы можем всегда взять транспоз и он должен быть равен ей же. Отсюда это равно у нас R на S на R конспонент. Это один способ это описать. Другой способ это описать, сделать эту же декомпозицию, выглядит так. Пусть у нас есть матрицы, да, V master H у нее есть Eigen basis V которая равен собственно Eigen value я напишу это L большое традиционно это пишут через лямбда капитал лямбда но капитал лямбда у меня нет такого на моем квавиатуре поэтому напишу L L на V вот не, извините, ошибся V вот так V на лямбда вы можете убедиться, что если V это Eigen basis то есть это собственный базис то есть каждый вектор в матрице V представляет свой Eigen вектор H и каждый элемент на диагонали L свой свой Eigen value H то ну это просто будет вот как это сказать это просто будет объединение вот таких вот уравнений из этих из определения собственных чисел то есть H V равно Lямбда V вот эти уравнения если мы конкатенируем горизонтально то мы получим как раз вот это выражение если не очевидно но просто попробуйте сделать самостоятельно после лекции вот хорошо здесь мы можем воспользоваться тем фактом что V ортогональны сколько V ортогональны оно также будет и артенормировано почему потому что мы всегда можем выбрать вектора по норме равной единице агенвектор вообще традиционно мы выбираем его по норме равной единице но для нас его длина не важна важно его свойство что его длина меняется в лямбда раз для нас не важно какая она ибо изначально но можем выбрать равные единицы отсюда поскольку это артенормированный базис теперь V мы можем умножить обе части на v транспонированный V транспонированный H V равно V транспонированное V L и V транспонированы V это просто единица поскольку это свойство автономирования матрицы Автомномерная матрица, ее обратная матрица, это ее транспонированная матрица. Отсюда получаем V транспонированное HV равно L. Это одна декомпозиция. Другую декомпозицию можно получить, вот таким способом взять исходное выражение. Давайте сейчас возьмем и умножим его с обоих сторон теперь на V транспонированное. Умножим его справа на V транспонированное. Тогда мы получим здесь V на V транспонированное, здесь получим V, L, V транспонированное. Используем ту же логику и получаем вот это вот замечательное разложение. Окей. Вот так вот можно все это описывать. Мне больше нравится здесь первое описание. Во втором описании, что мне не нравится, это тот факт, что мы здесь не рассуждали про нулевые числа. В матрице H. Но я это уже рассуждать не буду, сейчас мы оставим это для другого раза. Но просто помните, что нулевые собственные числа, матрица H, это тоже собственные числа. У них тоже есть собственный базис, но они там повторяющиеся. То есть тут часть наших осуждений выходит куда-то не сюда. Но первое осуждение на основе SVD вполне себе легитимное. Ну это указывает нам на то, что вот эти вот самые наши сингулярные числа, они как-то связаны с собственными числами, можно видеть. И так далее, и так далее. Хорошо. Хорошо. Пока оставим это. Пока оставим это. Вот у нас, таким образом, H имеет такую декомпозицию. R на сигма на R транспланированную, где R это у нашей некой ортономированной матрицы. Тогда мы можем фанатичную программу переписать в таком виде. X на R на сигма на R транспланированную на X. Ну плюс вот это вот F на X. Замечательно. Мы можем R относить row space basis. К нему мы можем найти и ортогональное дополнение. То есть null space basis N. И тогда X мы можем разложить по этим двум базисам, поскольку они являются ортогональными дополнениями друг друга. Мы уже это делали несколько раз. Вот мы говорили, что любой вектор можно разложить на компоненты по двум базисам, если один является ортогональным дополнением другого. Вот здесь R и N, они вместе формируют базис в R, то есть во всем пространстве. Соответственно, можно X разложить по координатам в этих базисах. X в данном случае будет R на XI плюс N на Z. Ой, извините. R на Z плюс N на Z. Хорошо. Теперь, после того, как мы введем такую замену, что мы видим, во что превращается наша целевая функция. Целевая функция превращается в квадратичное относительно Z плюс линейное относительно Z плюс линейное относительно Z. Заметьте, есть некоторая асимметрия. То есть давайте я другим цветом выделю все, что касается Z. Z у нас входит вот таким образом. А Z входит немножко по-другому. Давайте посмотрим. Вот у нас все, где входит Z. Почему Z у нас входит в эту всю историю немножко по-другому? Потому что Z в целевой функции остается только там, где у вас... Только вот благодаря этому, только благодаря этому компоненту у нас Z остается. Потому что в квадратичной форме вот этой X на H на X Z не играет никакой роли. Он лежит... Эти координаты лежат в 0 пространстве на C и H. Но они играют роль в линейных неравистиях. Вот если Z у нас еще и при умножении на F дал 0, то вообще все просто. У нас просто замена переменных. Мы переходим к более маленькому числу переменных. И мы решаем задачу успешно, как QP. То есть тут вообще вопросов нет. Если мы от Z можем полностью избавиться, то все замечательно. Мы от него можем... Если мы можем от него избавиться, давайте от него и избавимся. То есть тут проблем нет. В коммерии с целевой функцией мы можем его исключить. Но в общем случае, скорее всего, это сделать нельзя. Тогда что получается? У нас задача превращается в такой какой-то монстр Франкенштейн. У нее часть целевой функции квадратичной зависит от переменных. Точнее, целевая функция зависит от квадратичной, от части переменных. А от части переменных она зависит линейно. При этом ограничения у нас накладываются как на те переменные, так и на другие. То есть такой вот Франкенштейн получился. Вот это то, как выглядит эта задача. То есть геометрически вырожденная матрица H просто представляет из себя такую комбинацию QP и LP. По части переменных у нас все еще целая функция выпукой. Это значит, что ее минимум может лежать конкретно в любой точке на домене. А по части переменных она линейная. Значит, ее решение в проекции на эти переменные будет лежать гарантированно на границе домена. Но ограничения действуют на обе группы переменных. Вот это соблеры не очень любят. То есть вот это все им не очень нравится. Здесь можно попытаться как-то порассуждать, можно ли аналитически ее упростить и так далее. Но по факту это вот оно. Это то, что вы имеете здесь. Это только выглядит ваша вырожденная задача. Хорошо. Есть вопросы к этому? Спасибо. Хотела только спросить. Ну, уже немного поздно. Я хотела сделать скриншот с записями, который вы сделали, но опоздала. Сейчас, секунду. Это несложно. Спасибо. Секунду. Записи в технике. Есть еще какие-нибудь вопросы по всему этому? Отзывайся дальше. Хорошо. Хорошо. То есть, пока мы не перешли ко второй части лекции, вторая часть будет про более общий вид задач. Какой вывод я хочу общий сделать? Потому что мы сказали. То есть, QP достаточно простая задача. В ней ничего сложного нет. Для солверов она тоже очень простая. От LP отличается в первую очередь тем, что решение может не обязано лежать на границе. Матрица H симметричная, потому что несимметричность не влияет на целевую функцию. То есть, это просто не дает ничего. Это то же самое, что добавить, допустим, константу вот сюда справа. Ничего не поменяется. Поэтому она симметричная. Положительно определенная она, потому что иначе у вас задача перестанет быть выпуклой. Мы это доказали. Легко доказывается. Посмотрите на технику доказательства. Это полезно. Хорошо. При этом вырожденность матрицы H связана с тем, что если она, ну, требование к тому, что она была строго positive definite, а не positive semi-definite. Это связано с тем, что если она у вас будет внезапно positive semi-definite, то есть у нее прям будет одно хотя бы, собственно, число равно нулю. У вас появляется по факту компонент cost function, который ведет себя как линейный cost по отношению к части переменам. И линейный cost значит, что решение опять же стремится к границе и все вот эти вот радости. Вот в этом проблема. Самый экстремальный случай, это когда вся H равна нулю, это постнулевая матрица, тогда у вас появляется опять LP. То есть QP превращается в LP. Как я делаю? Хорошо. Хорошо. Теперь давайте двинемся дальше. Есть вот такая интересная версия обобщающая вот эти самые наши QP. Называется это QCQP. Квадратик ли констрейнт, квадратик программинг. По-русски это будет называться квадратичное программирование с квадратичными ограничениями. В обычном QP, как вы помните, ограничения выглядят как линейные. АХ меньше чем B. Здесь ограничения выглядят таким образом. X на P на X плюс Q на X плюс R меньше нуля. Вот то, что вы видите в 12, давайте я сейчас выделю это. Вот то, что вы видите вот здесь. Это называется общий вид квадратичной формы. То есть у этой квадратичной формы есть линейная часть, константная часть. Это вот общий вид квадратичной формы. Это должно быть меньше нуля. Таких у вас может быть i штук, ну n штук. То есть вы можете сколько угодно их написать, вот таких ограничений. Ну и это допустимо. Есть линейные ограничения вот такого рода. Ну и цельная функция, как и раньше квадратичная. Все P должно быть в площадь определенными. Что это за зверь такой? Во-первых, это уравнение, заметьте, скалярное. То есть это одно уравнение. Каждое из этих уравнений, it, это скалярное уравнение. Это не матричное неравенство до этого, это именно скалярное неравенство. Эту уравнение описывает эллипсоид. Оно описывает эллипсоид. Пока примите на веру, потом я вам это докажу. Оно описывает эллипсоид. Вот вам пример домена для QCQP задач. Это пересечение нескольких эллипсоидов. Вот у вас один эллипсоид, описывающий себя как P1, Q1, R1. Вот другой эллипсоид, описанный как P2, Q2, R2. Вот их пересечение. Пожалуйста. Такая задача. Чем отличается это от QP? Главное отличие – домен. То есть, если у QP доменом является политоп, то у QCQP доменом является пересечение эллипсоидов. То есть, вот эта вот область здесь выделена, это домен QCQP. Довольно интересно. Это более общий класс задач. Что значит более общий класс задач? Это значит, что в таком виде можно записать не только QCQP, но и QP. То есть, квадратичную программу тоже можно записать в таком виде. Вот давайте я вам дам минуту подумать. Как, вопрос, как в таком виде, в виде уровня 12, записать квадратичную программу. Какие нужно, ну, что нужно сделать с константами? PIT, QIT, RIT, P0, Q0, FG, чтобы уровень 12 принял форму обычного стандартного QP. Вот я дам вам минуту подумать. Подумайте и ответите. Давайте. У кого есть мысль? Как преобразовать вот эту задачу к форме QP? Давайте я начну, а вы продолжите. Во-первых, сделаю сначала наблюдение. Целевая функция одинаковая у QP и у QCQP. То есть, и там... У нас различаются именно константы. Причем I меня только напрягает. То есть, их много? Да, да, да. Вот этих вот. Не указано, что такое I, в каких пределах оно, если их несколько. И, ну, их, там, сколько нужно. То есть, вы можете выбирать, сколько вам нравится. То есть, там, 1, от 1 до, я не знаю, N большой. То есть, вы таких можете выбирать. И вы можете выбрать, сколько вам нравится. Хорошо, давайте вот первый наблюдение. Целевая функция одинаковая. Второе наблюдение. Равен стать одинаковым. То есть, там у вас было, что, типа, C и X равно D. Ну, здесь вот F и X равно G. Ну, одно и то же. Линейное равенство и там, и там. То есть, здесь отличия вообще нет. Отличия только в неравенстве. В QP как выглядит неравенство, скажем так? А X меньше либо равен B? Да, совершенно верно. Так и есть, так и есть. А X меньше B. А вот здесь оно выглядит вот таким образом. Вот можем мы неравенство в 12 преобразовать в AX меньше ровно B. А R малая, нежильная, кстати, причем, она у нас вектор. Нет, скалярская. Нет, скалярская. Потому что X на P на X это точно скалярская. Я смотрела на QX и поняла, что это число. Да, да, да. И QX это число, и XPX это число. Вот как из этого неравенства сделать AX меньше B? Давайте напомним, что AX меньше B. Каждая строка этого неравенства выглядит таким образом. A и T сэспонированной X меньше равно B и T. Вот каждая строка AX меньше и равно B. Выглядит так. A и T и X меньше и равно B и T. Смотрите, здесь есть желание в провозе. А можно расширить матрицу X? Допустим, первые три элемента это X1, X2, X3, а следующие X1 на X1, X1 на X2. X это не матрица, это вектор. Ну, вектор. Там получается, где первые элементы просто перемены X, а последующие их произведения. У меня такое ощущение, что вы хотите не из 12 сделать AX меньше и равно B, а из AX меньше и равно B вы хотите сделать 12. Может быть. Да, мне кажется, что вы в этом направлении пошли. Да, так можно было бы сделать, но это уже... Тут есть другие сложности с тем, что тогда у вас должна быть согласованность между элементом X1 может X2 и элементами X1 и X2. Они не могут быть независимы друг от друга. Это вот проблема в таком подходе будет. Почему QP не является общей формой для QCQP, например? Потому что так нельзя сделать. Давайте я вам покажу, в чем идея. Это идея основная. Единственная очень простая. Здесь сложность никакой здесь нет, просто концептуальное мышление требуется. Вот и все. Смотрите, мы просто выбираем PIT равное нулю. Просто PIT равное нулю выбираем. Нам наша задача сделать из этого QP. Ну, PIT, QIT, RIT – это все наш коэффициент. PIT равное нулю выбираем. QIT выбираем равное AIT. То есть у нас есть какая-то QP, у которой AIT есть. Вот мы выбираем QIT равное AIT. А RIT мы выбираем равное минус BIT. Ну, просто потому что они у нас с разных сторон от знака неравенства. Обе положительны. Поэтому RIT будет равным минус BIT. И все. И вот так мы решили проблему. Вот. То есть, заметьте, ничего сложного здесь нет. Просто, ну, я подозреваю, что для вас нелегко заставить себя думать о том, что вы можете выбрать PIT равное чему-то там. Не то, что это сложно, потому что, ну, как бы, для вас это новое что-то. Да, вот это правило игры для вас пока в новинку. То есть, когда я говорю, что сделать из QCQP QP, что я имею в виду, это у вас есть матрицы H, F, A, B, C, D из QP. Вам нужно вот матрицы P нулевое, P первое, P и так далее. Q нулевое, Q первое и так далее. Выбрать таким образом, чтобы они превратили задачу в эту самую QP. Ну, вы поняли. То есть, вся история в том, что вот у вас уже здесь есть, вот здесь у вас уже есть линейные неравенства, которые вам требуются. Ну, там знаки поменяются на чуть-чуть и все. Но это вот и есть линейные неравенства. Поэтому QCQP, она более общая, чем QP. То есть, оно свежет его как частный случай. Хорошо. Да, вот вам все то же самое, только показано в виде такого конкретного примера. То есть, вот эта вот матрица A будет у нас. Сейчас выделю. Вот ваша матрица A. Вот ваша матрица B. Вектор B из нее есть. Вот и все. И это вот... Если вы еще и вот это сделаете равным нулю, то у вас получится LP. Поэтому LP тоже является частным случаем, конечно, QCQP. То есть, получается, что проблема более широкий класс описывает задачу. Она включает в себя как частный случай QP, именно LP. Но она описывает еще и более общий класс задач. Хорошо. На практике, конечно, никто не использует QCQP для того, чтобы решать QP. Потому что QP-солверы быстрее, чем QCQP-солверы. На самом деле, для того, чтобы решать вообще такого рода задачи QCQP, Quadratically Constained Classic Programs, мы используем тип солверов, который еще более общий. Называется SOCP-солвер. Но это на следующей лекции. Это завтра. Завтра мы узнаем про это. Теперь, последнее, что я хочу сегодня вам показать, это следующее. Я хочу вам показать, что вот эти неравенства, XP1X плюс Q1X плюс R1, что это вообще описывает эллипсоид. Почему это важно? Вообще, для задач выпуклого программирования очень характерна такая вот ситуация. Я вам даю какую-то общую форму задачи. Ну, вот, например, вот эта общая форма задачи. Я вам говорю, это называется квадратикой Constained Classic Programs. Ну, вы мне легко верите, что это так. Ну, просто, что я вам сказал, я вам обманывать не буду. Но это просто вера. Но вы можете посмотреть вот сюда и убедиться, что это квадратичная форма. Действительно, выглядит как, ну, что я не обманул вас. Вот это тоже квадратичная форма. И если, например, R принести справа, то вы можете убедиться, что это типа Level Set. Если вы помните из геометрии или Calculus, что такое Level Set, это когда вы срезаете функцию горизонтальную на каком-то высоте, у вас получаются такие Level Set. Это вот как на картах топографических одинаковая высота обводится каким-то контурным графикам. Да. Level Set. И Level Set для квадратичной функции, очевидно, это будет элипсоид. Не знаю, насколько это очевидно. Это, опять же, материал из какого-то аналитической геометрии. Что там срез, параболоиды, да и это элипсоид, срез параболоиды, это элипс. Вот это все. Может быть, вам это очевидно, я не знаю. Но этого все в основном мало. Это как бы просто такие догадки, что да, выглядит хорошо, вроде как убедительно и так далее. Но желательно бы иметь возможность прямо вот эти вот штуки, которые здесь нарисованы, уметь переобразовывать в реальные элипсоиды. И наоборот, реальные элипсоиды в такие вот штуки. Почему это нужно? Ну, предположим, у вас есть реальная геометрическая проблема. Как вы из элипсоида в этой проблеме сделаете вот эти вот P1, Q1 и R1. Коэффициенты этой конкретной задачи. Это уметь делать такие вещи важные, потому что в этом и есть мастерство вас как инженера, работающего с глубокими задачами. В том, чтобы преобразовать одну проблему в другую. Окей. Давайте разберемся. Вот на примере о том. Задача какая? Давайте покажем, что вот это неравенство. Вот это неравенство. Действительно является элипсоидом. И мы покажем это, преобразовав это к канонической форме элипсоида. Каноническая форма – это вот такая вот в неких переменных Z. Это мы говорим Z в квадрате делить на M в квадрате, плюс Z2 в квадрате делить на M2 в квадрате и так далее. Все это меньше и равно единице. То есть есть какой-то базис, в котором будут такие переменные. Координаты Z, которые делить на M в квадрате дают нам уравнение элипсоидов. Какие-то вот такие канонические координаты. Предположим, для нас это убедительно, что это действительно элипсоид. И если мы преобразуем к этой форме, то все. Давайте я покажу вам методику, как это можно доказать. Методика интереснее, чем сам результат, но это почти всегда так. Давайте посмотрим. Для начала я введу замену переменных. x нулевое равно минус одна вторая P в минус первой Q. Замена, наверное, сразу выглядит дикой. Откуда я это взял? Такие замены не должны у вас вызывать сильное удивление. Почему? Потому что, во-первых, в элипсоидах очень часто замена включает в себя обратную матрицу для матрицы классичной формы. Это очень типично. Во-вторых, Q, если вы перенесете ее вправо, если у вас там было бы равенство, то у вас будет такая ситуация типа Q умножить на P в минус первой. То есть, ну, тоже такая нормальная идея. Нормальная идея. Одна вторая часто нужна, когда у вас перемены будут умножаться на саму себя. это будет вот в данном случае даже ну ладно, а до второй мы увидим в итоге ее роль. Мы увидим ее роль. Но для классичной формы очень характерная вещь. Это коэффициент 1, 2. То есть, это не должно вас удивлять. Ну, нормально. Нормально. Хорошо. И вторая часть замены это некая минус D будет равно R минус X0 PX0. Окей. Окей. Давайте пока это оставим. Окей. Теперь я могу доказать, что вот такого рода система X-X0 на P на X-X0 минус D в квадрате, что вот это все равно исходному выражению. Вот наше исходное выражение. Я могу доказать, что выражение слева равно выражению справа. Окей. Зачем я это делаю? Перед тем, как я докажу, вот зачем. Вот это X-X0 на P это тоже уравнение эллипсоида. Но у него, заметьте, во-первых, нет линейной части. Это очень хорошо. Линейной части нет. Нет постоянной части. Нет этого R. И в-третьих, вот это X-X0 это просто смещение. То есть это значит, что мы нашли центр эллипсоида. X0 это центр эллипсоида. Отсюда, кстати говоря, сразу становится понятно, откуда вот это взялось. Это просто был центр эллипсоида. Мы нашли таким образом. Вот. Хорошо. Хорошо. Давайте это сделаем. Давайте докажем, что выражение справа равно выражению слева. Если мы это докажем, то у нас упростилась значительно наша геометрия. Алгебра. Наша алгебра, извиняюсь, упростилась. Геометрия осталась без изменений. Хорошо. Раскроем вот здесь скобки. Мы получим X на P на X плюс 2X0PX плюс X0PX0 все еще минус D в квадрате. Хорошо. Теперь оставим это без изменений. Оно, понятно, и останется без изменений. Здесь вместо X0 мы запишем чего оно равно. То есть 1, 2 P на Q. Знак минус заметить исчез. Потому что минус здесь, минус здесь. Дает там плюс. И вот это оставим без изменений. Это просто оставим без изменений. D, с другой стороны, мы раскроем, как здесь, не ошибся, Ленинг. Там, наверное, D в квадрате. Д в квадрате. Здесь должно быть D в квадрате. Здесь должно быть D в квадрате. Отлично. Спасибо большое. Здесь должно быть D в квадрате. Вот. Соответственно, D в квадрате у нас будет R минус X0 на P на X0. Окей. Что мы видим отсюда? Мы видим, что вот это сократится вот с этим. Здесь у нас сократится одна вторая и два. А также сократится P минус первый и P. Останется только Q на X. Вот Q на X он остался. Здесь он остался R. Вот минус R. И здесь он остался XPX. Окей. Все. Мы смогли упростить нашу алгебру от вот такого выражения достаточно сложного к вот такому выражению, которое поверьте мне проще. Поверьте мне проще. Окей. Хорошо. Давайте дальше. Теперь введем новую матрицу, которую обозначим как A, может, идеальный название, A равное корень из P. То есть A у нас это корень из P. A на A B равно P. Хорошо. И для этой A мы выполним SVD декомпозицию, которую обозначим как U Sigma V. Дальше. Что мы теперь делаем? Мы переписываем вот это выражение. Ну, так же просто вместо P у нас A на A появляется. Теперь каждую A мы переписываем как через SVD декомпозицию. Причем, заметьте, что когда мы транспланируем, у нас просто V и U меняются местами. После этого мы замечаем, что у нас в центре этой замечательной декомпозиции находится артонармированная матрица, умноженная на саму себя транспланированную. Это единица. Это единичная матрица. Остается σ в квадрате. σ в квадрате это просто элементы σ возведены в квадрат, но в данном случае это да. И с паровым слева умноженное на V. Мы уже с вами что-то такое один раз видели чуть раньше. Это опять же сводилось все к аген декомпозиции. В данном случае поскольку матрица очень определенная мы можем смело сказать что V является аген базисом для этой матрицы. А σ в квадрате является ее аген values. Вот σ в квадрате каждый элемент σ1 в квадрате и σ2 в квадрате это ее аген values. Хорошо. 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 Теперь такое замечательное разложение мы получили. Теперь введем замену. z равно V транспонированное на x минус x нулевое. Что это такое? Давайте посмотрим. Эту замену мы вводим для того чтобы вот эта вся часть превратилась в одну единственную переменную z. И то же самое абсолютно и с этой частью. это тоже будет z транспонировано. И все. Ну а тогда выражение 23 распадается на систему нынче на сумму. Что будет когда вы умножите диагональную матрицу на z справа и слева? Вы получите z1 в квадрате sigma 1 в квадрате плюс z2 в квадрате sigma 2 в квадрате и так далее. на такую сумму d вы можете перенести вправо и получите меньше равно d в квадрате. Теперь последняя замена перемен. Замена перемен тут очень много, но это тоже часть метода. То есть не стесняйтесь вводить их в кучу. Это не страшно до сих пор, пока вы не сделали ошибку в одной из замен. Последнее запишем, что единица делить на m в квадрате, пусть будет равно sigma в квадрате делить на d в квадрате. Почему? Потому что мы обе части разделим на d в квадрате и получим в итоге такую каноническую форму. И все. И вот мы получили нашу каноническую форму. Что мне нравится в этом доказательстве? Мы, во-первых, начинаем понимать, что в канонической форме обозначают m. m в канонической форме это после того, как мы нормировали всю эту матрицу на d на d в квадрате. Мы получили вот эти вот m и это в каком-то смысле наши нормированные аген валюсы. То есть говорить про то, что m связано с аген валюс нельзя, пока вы не сказали ничего про d. Очень часто можно услышать рассуждения про то, что у эллипсоидов их принципиальные оси, их длина связана с аген валюс. Но очень часто очевидно, что они связаны с аген валюс, они не равны. То есть эллипсоид не обязан быть конечного объема, который связан с аген валюс, его матрица. Они по камере эллипсоид в произвольной форме записаны. Они связаны через коэффициент d в квадрате. Через коэффициент d в квадрате они связаны. Но они действительно связаны, они пропорциональны. То есть разница между любыми двумя направлениями принципиальными, если ее соотнести, то есть найти пропорцию, она будет пропорциональна пропорции соответствующих аген валюс. Окей. Но мы можем и конкретнее сказать, а чему равно d в квадрате. А d в квадрате у нас из замены было видно, было равно, здесь у нас еще с d в квадрате вы правильно заметили, не d, d в квадрате обязательно. Вот. Оно равно r минус x нулевое px нулевое. Ну а x нулевое px нулевое у нас отсюда можно понять, что это. То есть оно связано с x нулевое это центр. x нулевое это центр. Если у нас центр эллипсоида в нуле, мы всегда можем вести такую замену, чтобы у нас центр был в нуле, то тогда у нас x нулевое в новых переменах пусть будет ноль. Тогда у нас r это просто r и d это одно и то же, просто d это корень из r. Вот это самая константная часть здесь, ее корень из нее это наше d, насколько минус d в квадрате равно r. если у нас центр в нуле. Хорошо. То есть что мне нравится в таких рассуждениях, это теряется мистификация вся под геометрией. Если вы не понимаете, что конкретный элемент значит, что значит m в квадрате, вот отсюда становится понятнее. Или наоборот, вы не знаете, что такое q, отсюда становится понятнее вот отсюда. Что такое r, вот отсюда становится понятнее. Если вам понятно было, например, каноническая форма, вам вот вы можете понять, что такое r, какую роль она играет через этот взамен. То есть такого рода операции, они, понятно, занимают время. Если вы собираетесь сами это сделать для другой задачи, похоже, у вас займет час, два, три, может полдня. Но вы это сделаете. И в итоге вы все поймете. Задачи на практике обычно очень редко требуют решения за полчаса. В робототехнике, как правило, у вас есть месяц, два на то, чтобы решать серьезные задачи. То есть время разработки систем управления для любого соединенного объекта, оно исчисляется месяцами, иногда годами, но чаще месяцами. Полчаса или даже пять часов на фоне разработки длиной месяц это немного. И вот, грубо говоря, если вы работаете с задачей вашей, не понимая, что вам происходит, вы сэкономили пять часов в сравнении с тем, что вы все разобрали и все поняли. Эти пять часов, максимум, пять часов, это то, что отличает понимание от непонимания. Сами можете понимать, какого уровня риски появляются, когда вы работаете с инструментом без понимания. И вот здесь тот уникальный случай, когда понимание можно получить полностью, исключительно математикой. Чисто для сравнения, если вы инженер в нейронных сетях и вы хотите понять полностью, что ваша нейронная сеть делает, ну, как минимум, вам потребуется не пять часов, а сотни часов, ну, для визуализации банально, для разного рода анализа экстремальных ситуаций и так далее. Ну, просто известна сложная задача, она известна своей сложностью, понять, что нейронная сеть делает. Иногда это невозможно, в принципе, тогда как здесь сделать легко и просто. И это нужно держать в голове. То есть, хорошая работа с выпукой оптимизации требует понимания. И как это понимание выглядит, вот я вам привел пример. Вам поняты геометрии эллипсоида в хронической форме. Вы можете найти переход от нее к вашей геометрии. То же самое будет касаться визуализации. Вы хотите это визуализировать, есть масса способов, как можно этот эллипсоид построить. Сегодня я не буду это обсуждать, но на одной из лекций точно покажу вам, как построить эллипсоид. И так далее, и так далее. То есть, что значит собственное число для матрицы H в геометрическом смысле. На этот вопрос можно найти ответ. Что значит собственный вектор? Можно найти ответ. Как будет вести себя матрица H, когда два собственно числа одинаково длинны, одинаковые по модулю? Можно найти ответ. То есть, здесь нет такой ситуации, которая характерна для некоторых областей инженерии, когда у вас нет ответов на ваши вопросы. Здесь ответы есть. В этом и во многом как бы сущность выпукой оптимизации. Она редко содержит в себе такие, вопросы, которые просто в пустоту задаются и ответа нет на них. Здесь почти всегда ответ есть. И это нужно помнить, потому что раз цветы есть, их надо найти. Хорошо. Ладно, это было немножко философии. Вот вам как обычно задачи для самостоятельного изучения, если хотите, можете попробовать. Найдите крайню правую точку пересечения двух элипсоидов. Попробуйте построить визуально эту задачу. То есть визуализировать пересечение двух элипсоидов, найти эту точку, убедиться, что она похожа на то, что вы от нее просили, от задачи просили. И на сегодня у меня с этим все. Вот здесь рекомендация по более подробному право эти собственные вектора и так далее. На следующем занятии мы с вами будем рассматривать SOSIPI. СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ